Сегодня видео «Как носить пять пар часов на одной руке». Это шутка. Я надел эти часы, чтобы показать все разнообразие, которое есть, когда речь идет о ремешках для часов. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и свой уровень формальности. Как же найти идеальный ремешок для вас? Вот об этом и пойдет речь в сегодняшнем видео. Первый стиль, о котором я бы хотел поговорить, и он самый популярный – это металлический браслет. И этому есть свои причины. Он гипоаллергенный, это означает, что если у вас чувствительная кожа, то вам не придется волноваться за то, что может появиться раздражение, в отличие от кожаных, матерчатых или резиновых. Еще один плюс стального браслета – это его прочность. Даже дешевый браслет, который не будет таким качественным, как дорогие браслеты, по-прежнему будет прочнее, чем любые другие материалы. Так что, отличная прочность за свои деньги. Говоря о стальных браслетах, у вас есть большой выбор в зависимости от бюджета. Взгляните на эти браслеты. Тот, что справа может показаться дороже, из-за золотой вставки. Но это не золото. Это просто цветная сталь. На самом деле тот, что слева, он гораздо дороже – это Rolex. А тот, что справа – это Invicta, который стоит примерно сотню долларов. Говоря о защите от коррозии, не думаю, что многие будут тестировать и погружать часы в кислоту. Но на повседневной основе вы подвергаете браслет воздействию пота и влаги, поэтому со временем многие другие ремешки начинают портиться, а сталь хорошо себя показывает. Говоря о долговечности, эта вещь переживет вас. Если вам надо заменить ремешок или что-либо починить, то это просто сделать. Просто связывайтесь с производителем, у них есть запасные детали, и все решается. Есть, конечно, некоторые минусы. Когда ты только покупаешь себе часы, то ремешок надо подгонять по размеру. Для этого надо снимать лишние звенья, а это не самое легкое занятие. У меня есть очень много звеньев от всяких моих часов, и я храню на случай, если захочу продать часы. Суть в том, что надо сперва помучаться, чтобы подогнать часы под свой размер. Если у вас волосатые руки, то вы столкнетесь с тем, что браслет цепляет волосы и вырывает их. Это реально проблема, когда у вас плетеный браслет. Мне нравятся такие браслеты, и я не сталкиваюсь с такими проблемами. У меня не так много волос на руке. Но я часто слышал от других парней, что волосы постоянно цепляются за браслет, из-за чего такой браслет невозможно носить. Еще одна проблема металлических браслетов – это царапины. Особенно если это дорогие часы, то людям не нравится. Им приходится отдавать часы на полировку, чтобы избавиться от царапин. Лично для меня это не проблема, а просто показатель того, что часами пользуются. Но я знаю, что некоторых это просто жутко бесит. А как насчет титановых браслетов? Такие тоже встречаются. Они не настолько популярны, как стальные. Титановые более легкие. Но несмотря на то, что они легче, они в два раза прочнее, и они гораздо сложнее деформируются. Да, это может и звучит круто, но вот минус таких браслетов – это означает, что с ними сложнее работать. Поэтому производители часов не так часто их используют. Они дороже, и если их надо чинить, то это не самое простое дело. Но если вам нравятся титановые часы, вы хотите легкие металлические часы, то титан – это хороший выбор. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому я бы хотел услышать в комментариях от вас, какой ваш любимый тип браслетов для часов. Вам нравится стальной, титановый или резиновый, матерчатый? Пишите в комментариях. Перейдем к драгоценным металлам. Есть золото, белое золото, серебро, платина. По большей части они разделяют схожие характеристики, как и стальные браслеты. Но есть пару ключевых различий. Первое и самое очевидное отличие – это цена. И если взглянуть на исходный материал – сталь против серебра, золота и платины. Очевидно же, что платина, золото и серебро стоят намного больше. В общем, исходный материал – это основная часть уравнения. Но все равно оно и рядом не стоит, потому что если взглянуть на разницу, то не до конца понятно, почему часы из драгоценных металлов настолько дорогие. Многие производители это аргументируют тем, что работа требует мастерства и не так много часов изготавливается. Да, это отражается на цене. Но на самом деле они прекрасно понимают своего покупателя. Человек, который покупает стальные часы – это не обязательно тот же человек, который покупает золотые часы или платиновые часы. Во-первых, они по-разному относятся к цене, и для них покупка таких часов – это вознаграждение, это украшение. Они хотят, чтобы это было видно. Вот в чем разница. Ты покупаешь ювелирные украшения. Когда ты покупаешь такую вещь, ты словно награждаешь себя лично. Если подытожить, то браслеты из дорогих металлов очень схожи со стальными браслетами. Они также гипоаллергенны, поэтому если у вас чувствительная кожа – это отличный выбор. Что касается царапин, чем более чистое золото, тем мягче они будут. Так что да, они царапаются сильнее, чем стальные браслеты. Но что касается долговечности, они могут стать семейной реликвией. Что касается нарядности, то считаю, что хороший металлический браслет может микс из металлов, ну или просто золотой, белое золото или серебро. Это отличные, красивые, нарядные часы. Платина, если на нее взглянуть, выглядит очень похоже на сталь. Но когда вы их берете в руку, вы сразу понимаете разницу. Она в два раза тяжелее, чем сталь. По прочности она лучше, чем сталь. Очень трудно царапается. Давайте быстро взглянем на бронзу. Вообще редко, когда можно встретить бронзовый браслет. Но бронзу можно встретить в корпусах и в пряжке. Многим нравится бронза, но они не ожидают того, что она начнет окисляться. Это происходит, когда бронза контактирует с воздухом, водой и солью. Со временем она начнет не ржаветь, а покрываться потиной. Она может быть голубого или зеленого цвета. Некоторым нравится это, некоторым нет. Но просто будьте готовы к тому, что если вы купите бронзовые часы, со временем они начнут терять свой цвет. Далее кожаный ремешок. И для многих любителей часов это будет идеальная комбинация. Вы покупаете красивые часы с хорошим ремешком и у вас идеальная пара часов. Делаем отсылку к истории. Когда человек ушел от карманных часов и стал носить их на руки, он придумал кожаный ремешок. И на многие годы это стало основной комбинацией. Давайте взглянем на простые костюмные часы. Это простые часы с минималистичным дизайном, показывают время и у них черный кожаный ремешок. Искусственная кожа, как вы понимаете, это не настоящая кожа. Она сделана из синтетических материалов, она похожа на кожу и для многих людей это будет отличный выбор. Особенно если они веганы и они не хотят прикасаться к продуктам животного происхождения. Я понимаю вас, поэтому это отличная опция. Алькантара это еще один вариант. Ее часто используют для изготовления сидений в машине. Она обладает интересной структурой, похожей на замшу, при этом и прочность у нее на хорошем уровне. А также она устойчива к воде, в отличие от кожи. Хорошо, когда речь заходит о кожаных ремешках, то следует учитывать тот факт, что не все кожаные ремешки сделаны одинаково. Для этого надо разобраться в терминологии. Прессованная кожа, это пожалуй, самая худшая. Они берут клей, кусочки кожи, все это прессуют, так что да, избегайте такое качество. Но вот кожа из верхних слоев, это уже хорошая кожа. Они срезают верхний слой и берут более нижний слой. Она уже довольно прочная и более доступная. Поэтому, если вы хотите разнообразить свои ремешки по довольно приемлемой цене, то кожа верхних слоев вполне подходящая. Далее идет натуральная кожа. Она уже высокого качества. Такую используют в дорогих часах. Они используют более толстый кусок, который будет гораздо прочнее. Также ее прошивают по краям. Обращайте внимание на такие детали. Материал сам по себе дорогой. Такие ремешки могут стоить в 10 раз дороже простых кожаных ремешков. Но если вы возьмете себе хороший ремешок, то он может вам прослужить много лет. И со временем он начнет выглядеть даже лучше. И далее идет фулгрейн. Когда используют целый кусок кожи. Но я не считаю, что это дает большое преимущество. По сравнению с замшевой кожей. Многим нравится, потому что такие ремешки будут толще и более прочные, но для костюмных часов, пожалуй, не самый лучший выбор. В большинстве ремешков используют пряжку и дырки. Плюс такой системы, что она подходит для любой руки. Такие ремешки не надо подгонять по размеру. Их можно надеть сразу после покупки. Также можно встретить ремешки на клипсе. Прочные, гибкие, красивые и бывают разных цветов. У кожи есть преимущества, но также есть и недостатки. Первое. Многим людям просто не нравятся кожаные ремешки из-за животного происхождения. Другим не нравится реакция с кожей. Иногда они вызывают раздражение. Но, на мой взгляд, самая большая проблема таких ремешков, это то, что они плохо дружат с водой. Да, когда вы потеете и они немного промокают, это нормально. Но если вы будете плавать в них на протяжении всего лета и думать, что это отличные дайверские часы, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что они начнут терять форму. Кожа начнет пересыхать, трескаться и, в конце концов, они порвутся. Что насчет резиновых и силиконовых ремешков? Когда речь идет о функциональности, то у этих ремешков большое преимущество. Они влагостойкие, они очень гибкие и доступные. Серьезно, даже самые топовые силиконовые ремешки будут стоить малую часть от того, скажем, металлических браслетов или даже кожаных. Но у некоторых людей очень чувствительная кожа, и когда они носят такие ремешки, то их высыпает. Иной раз вы захотите надеть их с костюмными часами, вы можете подумать, что они будут смотреться с костюмом. Как бы можно, но в целом, такой ремешок будет слишком casual. И, конечно, долговечность. Такой ремешок не выдержит и доли от того, сколько может прослужить металлический. А как насчет нейлона? Как и резиновые, эти браслеты имеют большое преимущество. Во-первых, они влагостойкие. Да, они промокнут, но они быстро сохнут. И это можно делать тысячи раз, и они от этого не будут портиться. Во-вторых, можно хорошо повеселиться с различными расцветками. Это, пожалуй, самый простой способ добавить цвета в палитру, и они самые дешевые. Это, пожалуй, самые доступные ремешки на рынке. Поэтому, для большинства парней, которые хотят что-то изменить в своих часах, попробовать новый цвет или стиль – это подходящий выбор. И это будут самые casual ремешки. Такие точно нельзя использовать для нарядных часов. Они отлично подойдут для полевых. По прочности они будут схожи с резиновыми ремешками. Со временем можно заметить, как они начинают трепаться и расходиться, в то время, когда резиновые просто порвутся. Несмотря на то, что нейлоновые ремешки дешевые, я бы рекомендовал присмотреть себе более дорогие и качественные нейлоновые ремешки, чтобы в них использовалась хорошая фурнитура. Например, по этой видно, что она будет лучше качеством, чем эти другие. Также и отверстия. По этим видно, что они очень хорошего качества. Они также близко расположены, и я точно знаю, что смогу подобрать подходящий размер. Также можно встретить и деревянные браслеты. Это, пожалуй, интересный вариант, особенно если вы хотите что-то легкое и экологичное, относительно влагостойкое. Мне лично очень нравится то, какие они легкие. Дерево – это необычный материал. Некоторые компании его используют из дизайнерских соображений. Вот, например, этот браслет металлический, и в нем используется деревянная вставка. Какое видео смотреть дальше? Как насчет видео о моей коллекции часов? Я уверен, что вам интересно. Я показывал вам столько разных часов. Вам, наверное, любопытно, сколько же у меня пар часов. Вы можете узнать это в данном видео. Так же. ahí